Всем привет, меня зовут Лада, и это такое сложное, наверное, видео будет, но сложное для меня, потому что сегодня последний день дома, и я переезжаю в Москву. В этом видео я покажу вам, как я собираю вещи, как я прощаюсь с домом, как мы будем опять ехать на машине 2000 км, и как я буду обустраиваться в общежитии. Очень-очень волнительно, и сегодня такой тяжелый эмоциональный день, потому что я вот проснулась, и с самого утра такая, это последний завтрак дома, потом это последний обед дома, а вот сейчас я скоро буду встречать последний закат дома. Я, безусловно, буду скучать по дому, по родителям, и, конечно же, по коту. Может быть, по коту даже больше, в том плане, что родители, наверное, будут иногда приезжать в Москву, или можно, ну, по крайней мере, поговорить по телефону. А кот даже не подозревает, что мы с ним увидимся в следующий раз зимой, если получится, а может быть, и только следующим летом. Где он? Просто из всей семьи он больше всего любит маму, и, пожалуй, меня. И как он будет без меня жить, я не представляю. Он даже мурчит. В принципе, конечно, мы уже собрали все вещи, почти все, чуть-чуть осталось. В принципе, кажется, это даже не так уж и много. Я не знаю, конечно, как я буду это все тащить по общежитию. Большой челлендж. Не сказать, конечно, что заказ сегодня очень-очень красивый. Мы решили провести последний вечер дома, играя в нашу любимую настольную игру. Она называется Лабиринт. Я специально максимально гадко расставила фигурки, чтобы играть было сложно. Я всегда так делаю. Лада, заварим мне чай. Мы едем уже несколько часов и остановились, чтобы полюбоваться на красивейшее поле. Сейчас вам тоже покажу. Мы уже в Москве, и это забавно, но чем больше я езжу на машине в Москву, тем как будто короче становится дорога, потому что в этот раз два дня пролетели очень быстро, и я даже не заметила. И еще буду проехать. Ну а сегодня я иду заселяться в общежитие. Мне немножко страшно. Точнее, мне немножко. Потому что я не знаю, какая мне достанется кровать, в какой комнате, на каком этаже. Надо бы сначала пройти всю эту долгую процедуру заселения. Кучу документов подписывать и так далее. А во-вторых, я еще сегодня поднакомлюсь со своими соседками, с которыми я буду общаться в ближайшие, наверное, 4 года. Это очень страшно. Ну ладно, посмотрим. Уже следующий день. И вчера я практически ничего не снимала, потому что я была на стрессе. Я совершенно забыла про влог. Просто столько новой информации было в голове, столько задач, что снимать, правда, было некогда. Процедуру заселения получилось долгое, хотя очереди не было практически. Но надо было подписывать много документов, бегать по разным кабинетам. Причем с родителями не пускали, я одна там везде ходила, я вообще этого не ожидала. И вот меня заселили на этаже журфака. И я уже готовая, такая довольная, иду в комнату, захожу. А там уже живут 4 человека. И причем 3 из них — это третьекурсницы. И они уже обжили эту комнату полностью. Там куча новых стеллажей каких-то полностью забитых вещами. Все стены обклеены, и никакую перестановку уже нельзя сделать. А кровать, которая мне досталась, она стоит в углу, и там очень-очень темно. И у меня даже нет места, чтобы поставить собственный шкаф или тумбочку. В общем, это было ужасно, и я очень сильно расстроилась. Просто, знаете, у меня были такие ожидания, что я буду жить в комнате с первокурсницами. Что мы все вместе тут новенькие, вместе будем устраивать эту комнату. А тут комната уже полностью как бы сделана. И ничего не изменить нельзя. А третьекурсницы вряд ли будут близко дружить с первокурсницами. Так как у них все-таки, ну, своя учеба, свои интересы. Они уже вместе долго живут. Но в итоге я решила попробовать выбить другую комнату. Пока меня официально не оформили, я бегала там к стуткому, бегала в какие-то кабинеты, бегала к коменданту. Все спрашивала. Мне говорили мест нет, меня посылали куда-то в другие места. Я подхожу к коменданту, она говорит, едьте на первый этаж к стуткому. Я подхожу к стуткому, они говорят, едьте на девятый этаж к коменданту. И так по кругу. Огромный был стресс, конечно, но в итоге комнату нашли. Нашли комнату с первокурсниками полностью. Мне сказали, что я там буду пятой, но зато хотя бы с первокурсниками. Я опять оформилась, иду в комнату, и оказывается, что никто еще не заехал, и я первая. Итак, в итоге моя комната выглядит вот так. Я здесь первая приехала из пяти, и могу выбрать любую кровать. Это очень радостно. Я даже не знаю, какую взять. Ну, либо эту, либо вот эту. Я была просто счастлива, потому что у меня появилась возможность самой выбрать кровать, на которой я буду спать. И главное, что комната была абсолютно такая чистая, там никаких вещей нет. И можно оформить все вместе, как мы будем хотеть. Ну, конечно, я еще не познакомилась со своими соседками, они еще не заехали. Вот, но пока что я очень-очень довольна тем, что у меня получилось выбить свободную комнату. Хотя сначала мне ее удавать не хотели. И сегодня мы с мамой и сестрой едем закупаться для общежития. Надо купить шторы, там всякие коробки, ну и так далее. Просто бытовые вещи. А потом снова пойду в общежитие, и немножко там буду обустраиваться. Не знаю, заселится ли кто-то сегодня. Надеюсь, что да. Самая необходимая покупка в общежитии. На самом деле мне просто стало его жалко, потому что их вообще не поливают. Итак, уже вечер, и мы приехали немножко тут разложить вещи. Вот, что мы купили сегодня. Очень-очень долго ходили по магазинам. Сейчас будем все это раскладывать где-то здесь. Покажу вам книги, которые привезла с собой. Читать осенью и, может быть, зимой, если времени будет мало. Тут у меня «Тайная история» Донны Тарт. Отличная книга для осень, Дарк Академия. Имя Роза Эмберта Эка, постпандернистский роман. Не знаю, чего ждать, но интересно очень. Илиада Одиссея, ну тут без комментариев. Надо читать к сентябрю. Непонятное искусство — это мой любимый нон-фикшн, хочу перечитать. Лиз — это книга про российский университет. Ну, специально взяла её с собой, чтобы прочувствовать атмосферу первого курса на максимум. Потом читаю «Лолиту в Тегеране». Это нон-фикшн о жизни в Иране после революции. Книга на английском, которую я ещё не дочитала. Мои любимые «Воронята», чтобы перечитывать их, если будет плохое настроение. И с Вирджини Вулф о женщинах-писательницах. Вот такой вот набор. Я смотрела влоги, где все в сессию кричат «Халява, приди!» И тут такой шум. Ну, мне только предстоит это почувствовать, конечно. Я продолжаю немного обустраивать комнату. И у меня вот тут вот есть такая пустая белая стена. Конечно, я не могу её ставить такой. И поэтому я специально привезла из Челябинска осенние открытки. И сейчас хочу их, наконец-таки, развесить. Итак, вот что получилось. Мне кажется, стало намного атмосферней. О, я забыла одну деталь. Вот же она. Что ж, я постаралась. Хотя тут 500 слоев скотча. Это было очень сложно прикрепить. Но, мне кажется, смотрится прикольно. Странный факт, но даже в пятиместной комнате я часто остаюсь одна. И все уходят как-то одновременно. Мне даже сейчас немножко скучно. Продолжение следует... Ощущение, как будто мы где-то на воздухе в Турции. Очень-очень классное ощущение. Ради этого стоило встать в 7 утра. Сегодня у нас был довольно тяжелый день. Мы заказывали всяких шкафов, столов, остальных вещей на Wildberries. И все вместе это тащили. Это было очень тяжело. А потом мы все это еще начали собирать. Да, они прямо вот именно в той ширины, которая была. Собрали вот эту обувницу, приклеили эти полки, повесили штору для ванны, потому что та была совсем никудышная. А, кстати, недавно купили холодильник. Очень долго его искали. Повесили шторы и собрали вот такой вот стол. А теперь мы с мамой будем собирать вот этот стеллаж. В общем, Настя приехала в Москву, и мы первый раз гуляем в Москве. В общем, сейчас мы пойдем искать еду, потому что она может быть в воде. Очень хотим есть. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Что ж, сегодня 1 сентября, хотя на самом деле сегодня 31 августа. Но именно сегодня у нас вручение студенческих, знакомство с курсом, экскурсия по зданию. Немножко, конечно, волнительно, а еще очень-очень жарко. Вообще все начинается в 12, но нам сказали приходить уже в 10.30. Так что мы где-то полтора часа будем стоять на улице под солнцем. И только потом все начнется. Ну, я выезжаю, потому что хочу познакомиться пока с кем-нибудь. Мне, правда, не верится, что уже начинается учеба. То есть я года два представляла, как это будет. И вот сегодня я уже стану официальной первокурсницей. Это так странно. Иду я вот так. Хотела, конечно, что-то понарядней, но из-за погоды можно только платье. А еще я не знаю, может быть, по голосу заметно, но я сейчас болею. И вчера у меня была температура 38.5. Вот. Но сегодня я проснулась, температуры нет. Так что чувствую себя нормально, только голос немножко пропадает. Ну, конечно, заболеть самое время. Продолжение следует... Продолжение следует...